Вы скажите, пожалуйста, вы пришли... Инвесторы второй очереди ЖК Озерное. Инвесторы второй очереди ЖК Озерное. А я прошу прощения, вы как-то? Я понимаю, то есть... Значит, давайте так. Я директор департамента организации строительства. Олег Витальевич, меня зовут, фамилия, где-то. Сергей Михайлович, Ехименко, директор департамента технического обеспечения строительной комплектации. А представителя отдела продаж тут не будет? Вот Оля. А у вас в отделе продаж можно написать жалобы на отдел продаж? Наверное, если они этого достойны. Ну, у нас очень много вопросов именно к отделу продаж. Потому что либо научите их говорить одну и ту же информацию... Да, они говорят, что все есть. Бегите на отдел продаж. Собственно, почему возникла эта ситуация, если бы менеджеры компетентные... Ну, тогда вы скажите, что вас волнует. Мы постараемся дать вам ответ. Ну, по информации, опять же, вашего отдела продаж, что сертификат получим 31-12. Все ждите. Просто он где-то там, его не могут забрать. Ну, вот, как бы, и все витает вокруг этого. То есть, так, вон, я девчата чулы, да, чуть-чуть. Я понимаю, чем дальше, тем они уже понимают, что что-то начинает закручиваться. Они начинают это все отправлять на технодзор. Ваш коллега из технодзора ОЭКСИ не берет трубку уже, ну, где-то неделю, наверное. И, возможно, ну, как бы, такое... Ну, там еще и минусы. Отдел продаж почему-то ваш номер телефона не дает, поэтому, если вам на родничном... А ваш номер будет, скажите мне. Там на сайте. Вот. И, собственно, и теперь уже отдел продаж. Вот вчера говорил, вчера одним из менеджеров отдела продаж, уже даже не буду говорить, каким, потому что, я так понимаю, там все менеджеры отдела продаж снялись в этом фильме, как бы сказал, что вот мы вот-вот подписываем акт готовности дома и подаем документы в ДАДЕ. Ну, как бы, собственно, хотелось бы прояснить ситуацию. Ведь я, как бы, непосредственно займаюсь... Ну, нам хотелось бы просто слышать правду. Если бы была правда, мы бы не... Уже большей правды, чем я, вам никто не расскажет, потому что я займаюсь. Дел продаж тоже девчата... Ну, понятно, но им тоже нужно, как бы... Они чему-то к вам казали. Я дейсно подал документы готовые уже, так, и они мали в конце года уже пойти на комиссию. Ну, нам их отмогли. Отмогли... А, на какой причине? Отмогли по причине недороблений благоустрой, не сданок анализации ленивок. Я бы разговариваю честно, потому что... Поэтому нам, как бы, отмогли, они вправе, да, в 10-дневный термин, просто нам вернуть их надо операционировать. Я заново зараз займаюсь документами, собираю цепи документы. Генпідрядный платил эти недостающие темы. Такого вопроса решились уже? Вопросов, как таких, немало. Сейчас, только дозволи нам погода, не доробляет благоустрой. Уже шеф нам сказав таким образом, давайте уже ее доробим так, як надо. Ну, як бы, не первый объект, мы параллельно сдаем документацию, вводим объект, и, якщо инспектор бачит, что оно все в работе доробляється, то оно все параллельно сдається. На данном этапе в кінці року, воно ж были праздники, дівчата не в курсе, и документы, як бы нам хочете вернуться. Ну, как-то такое ощущение, что у них месяц праздник продолжался. Ну, нет. Возможно, перебечайно. Ви задовольте перебечайно. Так, закон, я читал, если объект, здається, на сертификаті, там, в четвертом або в першому кварталі, то они могут положить сертификат без благоустройства, але обещаю, вакті готовності правильно ви читали, ми все проситували, ми можемо доробити благоустрой, озеленення, і там, як бы, фасад, да, по траску, ми можемо доробити їх перенести на ліпий період. Ну, лівнювку ми не можемо. Ну, напишемо. Хорошо, скажуйте, пожалуйста, усь там було ще решення суда, правда, старе, коли пожарники вам, там, була ухвала про то, что служба МЧС, то есть вы решили это? Да, конечно. Эти вопросы решили. Ну, і когда вы планируєте... Слава Богу, що суды, якби, в усіх, в 99-й случаях, тут уже, якби, ідуть на рішення... Я просто видела, що, якби, ви подали на відмену, але, якби, уже решення самого не искала, честно говоря. Не прийдували. А у нас проблема більша – це закінчити благоустрій, да, і подати повторно. Ну, а когда вы планируєте подавать повторно? Ну, скажем так, я думаю, що вони десь на протязі неділи-двох будуть готові, но, чесно говорю, я думаю, що за місяць я вам не можу... Я вам запрошую щас... Домашній номер телефона, на сайті є фамилия Ехименко, там номер телефона. Ні, нам лучше мобільний, ні, ну, якби... Телефонуй-то якби, якщо... Я не этот самый разний можу там взяти, да, набирайте... Ну, да, просто, щоб не було іспорченого телефона, тому що, коли 10 чоловік подряд садиться, і звонить в відділ продаж, то, получается... Смотрите, ви можете, щоб не було у вас таких-либо сомнений, да, фактически каждую неделю, в понедельник я там провожу совещание. Ну, 12 часу 30 минут. Ну, недельки через 2 подойдите, посмотрите... Ну, ви знаєте, чесно говоря, я так понимаю, що к вам нужно только приходить, поскольку письмо о встрече я написала первую неделю, наверное, назад, и вот только сегодня мне ответили, что, ну, как там было, мы, типа, когда-нибудь с вами свяжемся, да. Так я вам говорю, где лучше всего встретиться. Ну, понятно. Там нету там охраны, нету пропускового режима, пришли на ДЕС, посмотрели, никто ж... Это ж не секрет Полишенеля. Вот дом, вот состояние дома, вот гороустройство. Просто в связи с этим хотелось бы вопрос, я так понимаю, что в связи с этим там получение почтового адреса тоже затягивает. Ну, конечно. Соответственно... Почтового адреса будем отримывать только для того, я отримую сертификат. Ну, это понятно. Просто момент получения вот самих ключей физически. Давай, говорите, извините. Во-первых, первая черга. 26 числа 12-го месяца, 15-го року, вы получаете сертификат. Почтового адреса присвоить десь в мае месяце. То есть это очень большой период. Если вы еще сертификат не подаете... Ну, я не знаю, как можно быстро отримать почтовый адрес. Мы будем просто их поделиться на стекаве, них просветить вас, чтобы вы так же впливали на РДА, на миску. Будем. Вы знаете, если подаем документы, то есть у них по закону 20... По положению про отримание почтового адреса, 27 суток, они мают его разглядать и повернуть на номер 20. Мы пришли сюда к вам, я не думаю, что... Все таки, как это было по всех объектах, у нас 3-4 месяца, чего нас тримают и, как вы говорите, не можно добиться, да? Пишем, пишем. Не, ну, деякие объекты получают быстро, деякие. В основном за месяц... Питание... Ну, там же вопрос с ними, как бы вы не можете... Питание с канализацией, с электрикой, у вас там никаких проблем немае. Вы же сами бачите, все подключено, это все в нормоте, вот мы-то линейочка сделаем, заразу все у нас чуть-чуть на руку. Автоэлектрика, вода все подключится, все нажимает... 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 Ну, я думаю... То есть технически он не подписывал, да? Технически он не подписывал, да? Если бы у нас был первый будинок, то было бы тяжело. То просто в первом доме были проблемы. И вот они что-то вырешивались... В первом доме тогда еще ничего на площадке нет. В первом доме еще немножко вопрос, наверное, не по теме, и может быть не к вам. Тепло затянуто уже, водичка... О, до речи... Тепло, вам же же треба якось... Про це... Про... Протестувати, про... Протестувати... Ну... Скажете, что не цикли, и... Ну, а ось уже... До нового ровня я... Усю экономчу документацию. Ну, это же... Я бы тоже... Я бы подписал, я бы ее понесли в Киев-Энерго, там бы подписывал. То есть параллельно, чтобы не чекать, что введет этот будинок, потом занятый с этим... То есть документация Киев-Энерго и водоканал подписан? Да. Тогда еще один вопрос, когда будет передача дома управляющих компаний, и определено ли уже какая-то будет компания? Да, по порядку определено. У ЖК? Нет. Другая? Нет, да, другая. А можно услышать? Концепцию тоже не секрет. Коммунальный предприятие служит Лос-Эрли. Ага, знаю. Очень хорошая компания. Знаете, чем? Знаете, с хорошей или с плохой стороны. Или хотя... Как клиентов с хорошим? Ну, я скажу вам... А раз как клиенты хорошие, значит вообще хорошо. Ну, то есть не у ЖК, не те, которые в первую очередь. Нет. Просто я знаю, что там очень много проблем, и мы как раз хотели бороться против... Нет. На эти дома, вот на эти три дома, в всяком случае, начинаем с этих двух. Это... КП ЖКС. Ну, это хоть адекватно, и... Ну, я думаю, что и третий будет. И уже не так. Логичный куст. Сертификат, ну, вы получите там... Плануете в марте, может там где-то... Ну, не позднее. Не позднее. Я думаю, и так кинец февраля, но я боюсь просто биться. Не, ну мы с вас не требуем конкретный срок, мы с вас требуем понимания. Какие адресы... Есть какая-то вирогидность отримать ключи? Может там, если... Зайти на какой-то минимальный ремонт. Давайте таким образом... Почекайте, пока спадут морозы. Пока спадут морозы. Мы потом проанализуем Сергей Виталийович, поговорим с нашим руководителем, и, возможно, это вопрос будет решено, каким образом, чтобы там уже мы запустим Ну, потому что по большому счету больше интересует... Я понял, в апреле суть тепла, но мы сейчас туда не будем... До конца апреля, до конца апреля, там делать нечего. Ну, понятно, но чтобы мы уже в конце апреля смогли что-то делать, да. А в конце апреля, в марте месяца, в марте месяца будет четкое понятие по поводу сертификата. Не, ну сейчас мы, как бы это понятно, что никто не будет делать, но сама возможность рассматривается... Насколько оно... Ориентировочно идет. Ну, вот морозы... Морозы спадут, вот это вот... Я думаю, май месяц. Думаю, май месяц. Да. Если это так же состоится, как мы говорим, мы до... Ну, за три месяца бы ремонты поделали. Это понятно. Я вчера по дому к одному прошел, в домах на мэр вышел. Так что наш тоже на мэр. Я, по-перше, не даю своим так делать внутреннюю работу. Не хочу, чтобы он будет подал, так? И вам там не может. Не, ну мы не планируем, мы просто хотя бы понимать возможности этого. А вот кем-то... Ориентироваться, в хорошем случае, это май месяц. Ну, то есть, условно, даже если к маю месяца мы не получим почтовый адрес, то есть возможность обговорить возможность захода на ремонт. Правильно? Ну, честно вам скажу. Я не говорю, что вы это разрешите, но есть возможность обговорить это. Вы, скажем так, если быть честными, в индивидуальном порядке. Почему? Потому что, когда массово вот это вот все заходится... Домухана. Домухана. Это... Страдает в первую очередь система канализации. У нас есть определенная группа активистов, которым очень важно вот в жадный срок зайти. Да, потому что страдает в первую очередь канализация. Не-не, не зимой. Никто не говорит о ремонте. Ну, в нормальной, адекватной температуре для ремонта. Мы не говорим о... Да. Я думаю, что... В мае месяце можно рассчитывать, что мы сможем поговорить на эту тему предметно. А соседняя стройка, там ее... Ну... А там забот будет. Забот будет. Забот будет. Есть же какие-то... Хотелось бы все-таки прояснить, там будет детский сад или нет? Да. Это вопрос, который... в третьем саду. В этом... А ну... Это будет какой-то коммерческий сад или на полное время? А там же вроде бы... Да. Просто согласно нормам. Да. На данном этапе мы будем иметь будивельник, как детячий садок. Ну, я так. Не, но... Нормы там они не запрещают, размещают детячий садок. Не, ну, правда. Запрещают. Там какой-то срок по времени ограниченный в день. и количество людей. Ну, это уже это место будем... Да, это уже как бы... Ну, то есть, планируем. То есть, нормами не поручить. А уже какие были похожи? Не, ну... Вдруг вы уже знаете. Вдруг нам повезет сразу все разузнать. Не знаю, но ведь, кто там уже идет. А территория... Вот эта территория наша, она такая, я знаю. Какая? Ну, я не вижу, что потеря маленькая. Ну, для двух домов есть. Не, ну, когда уберется... Вот сейчас будет стоять забор, да? Да. Потом, когда уберется забор, когда убедется третий дом, то она от них не будет маленькая. А там еще через ручеев будет какой-то переход? Что с этим ручейком делать? Ну, там... Не, вы не... Ну, там будет же переход, правильно? Ну, да. Что-то... Надо посмотреть, ну, что тогда будет... Не, в лотку она воды, но там накрывать... Не, ну, накрывать не надо. Не, я не заберу, что может, типа, месток какой-то есть, но прыгать же не будет. Ну, месток, конечно, там же выходят... Ну, что-то будет, да. Дети будут. Там же памбус, да. Ну, для... Ну, для... Ну, это у нас опять подрядчик? Нет, это... Нет, это... По благоустройству. По благоустройству. По благоустройству. По благоустройству. А еще такой вопрос, то есть, как бы, вы уже подавали один разный сертификат, то есть, получается, что по его отзывы уже оплатили в декабре? А, кстати, по его отзывы... Из Зары, да. Ну, а... То есть, он... Ну, не понятно. Аж вышла новость, что подключение у нас с электричеством...